Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветища. Это у нас с вами второй ролик, вторая часть. Первая сегодня уже была на канале, можете посмотреть. Значит, вторая часть у нас будет, ребята, знаете про что? Про бардак, про грязь, про какую-то барахолку, про то, что у меня просто нету слов. Сейчас я, точнее нет, слова я подобрал. Павлович-то подобрал слова, сейчас мы с вами по порядку все разберем. Значит, ребята, этот ролик про то, что как Натаха, значит, встала такая, значит, и начинает нам все показывать. Начинает показывать с того, что показывает свою печку. Вернее, то, что творится около печки. Как там навалены какие-то, знаете, палки, навалены какой-то мусор около печки. Все вот так вот, шиворот на выворот. Я даже не говорю за то, что сейчас, знаете, ребята, может какая-нибудь искра туда упасть от печки, пока она там топится. И все это воспламенится. Я даже говорю просто, знаете, за бардак. Знаете, когда я был мелким, ну, ребята были постарше, мы бывали на таких квартирах, там, скажем, я не знаю, как это помягче назвать, там, ну, знаете, где такие жили заядлые холостяки. У них там пьянствовали, там много народу и все прочее. И вот, знаете, шалман шалманом был. Тут же, значит, ситуация еще более шалманней. Это, знаете, вот мне напоминает такую ситуацию, что взяли, вот, например, 10 мужиков пьяных, поселили в этот дом, поселили в этот, около печки, около этой даже, так скажу, на неделю. И они вот там что-то есть себе готовили, там, знаете, там, курили, пили, там, ну, вообще, короче, это, не просыхая, около этой печки. Вот мне напоминает всю эту же ситуацию. Как так можно, я не знаю. Дальше момент, чем дальше начинаем, тем более интереснее. Значит, показывает нам мимолетом, и опять же говорит, сейчас будут, значит, убираться туда-сюда, посуду опять грязную. Ну, то, что посуду грязную она не моет, то, что, знаете, вот эта поговорка хорошо подходит, типа, где, где мы, как, где, короче, посрали, там и поели, там, да. Вот эта поговорка, она, извиняюсь меня за такую поговорку, но она не зря лучше подходит к этой ко всей ситуации. Если мы раньше привыкли к тому, что у нее посуда там по утрам была немытая, она там все это замывала, там, но опять же, когда она была одна, живя там с этими собачатинами, с кошатинами своими, тут же, значит, ситуация. В квартире находится трое взрослых людей, считаю, что батя, Танька, Натаха, трое, я буду вот их считать, там, без, там, дочь, она, дочь Татьяна, тут вообще ни при чем. Считаем просто вот троих взрослых. Ну, даже батю Анете особо тоже не берем, старый человек, как бы пожилой человек, пускай отдыхает, там, берем вот двух взрослых, двух взрослых лежебок-лентяек. По-другому просто никак не скажешь. Значит, как так можно просто насвинячить и за собой не убрать? Я не понимаю. Знаете, вот этот вот срач, вот этот бардак, вот эта вот грязь, вот если сейчас было бы лето, там, наверное, ну, черви бы вылупились в этом во всей вот их жратве, потому что, ну, реально, просто это вот такая мерзость, вот это даже мерзость на все это смотреть. Вот я себе представляю на этой ситуации, что не дай бог попасть таким в гости, знаете, как бы ты себя, точнее, не так, знаешь, как, ты почувствуешь дураком. Ну, не их, не про них подумаешь, а про себя подумаешь дураком, потому что для них это как бы нормально, ничего страшного такого в интернете. Ну, подумаешь, там, посуду мы не моем, подумаешь, мы взрослые люди, подумаешь, у нас этого дела особо там нету, ну, какие там дела у нас там, шторы погладит там Танюхи, и заблудиться в лесу ее нарисованном на стене, как мне подписчики пишут, просто вообще угораю, умнички мои про коммент, что эта бабка, эта Олька нарисовала там на стене этих, как называют, лес этот хвойный там, и Танюха там заблудилась. Вот это самый подходящий момент. Значит, я еще не все про еду. Представляете, вот эту, говорю, всю ситуацию, взрослые, две тетки, вот опять себя представляю, на месте, как бы это во всей среде, я пришел в гости к ним, да, и настал тот момент, когда вроде бы все поели, ну, то есть, как бы, что ты должен сделать по этикету, даже не то, что по этикету, как бы предложить хозяйке вечером, ну, помочь помыть посуду, помочь убраться стола и все прочее, да даже просто ничего не говоря, взял по тарелку, отнес куда-то там ее в раковину, помог туда-сюда, это как бы... Ну, это, ребята, это хорошие, такие, правильные вещи. Значит, пришла в гости, пожрала и ушла, и до следующего раза опять придет, пожрет и уйдет. Великолепно, короче, устроилось, ребят, великолепно. Идем дальше. Идем дальше, что мы натыкаемся на незаправленную кровать, на кровати, которая валяется, это кошак этот, который весь там в грязи, который ссыться и лежит себе одно место, извиняюсь меня, лежит на этой кровати и вылизывает там себя. Блин, вот это, как бы, ну, это вообще, это просто, вот знаете, не то специально так все это делает, просто, знаете, показав печку, показав неумытую тасуду, показав эту кошку, валяющуюся в кровати, вот эта бардачина, откуда, как, куда, я даже не понимаю, вот реально, ребят, не понимаю. Дальше, дальше, короче, Натаха решила заняться полезными делами, как она, она же она занята, это мадам, вышла, значит, на улицу, решила, короче, вдумайтесь, бетон у кобеля помыть водой, помыть это веником, и при всем при этом, ну, я понимаю, фекалии все эти, есть такие там были, значит, промыть, и всю эту вот эту дрезню, вот эту дрезню смести вбок от бетона. Ой, как бы слов нет просто, слов нет. Ладно, дальше, помыла, сидит, играет с кобелем, говорит при этом, что 4 часа дня уже. Мне вот интересно, ты что делала все это время? Она встала, показала нам, уж какой у нее творится бардак, вышла на улицу, на улицу, что-то кобелю там поделала. Да даже если она помыла эту посуду, заправила кровать и сложила дрова, но она это не делала, я уверен, даже если она это делала, ну, это час, это 2 часа на все про все. Вот человек, который занимается делами, который занимается уборкой, сам по себе это знаю, жил один, убирал свою квартиру, мыл и прочее, то есть если начинал там мыть, скажем, с обеда, и заканчивал там к вечеру, ну, опять же, мыл шкафы протирал, там, пыль везде протирал, там наверху залазил по шкафам, как бы полностью всю хату мыл. Так вот, сидит и играет с кобелем, время 4 часа дня. Я про то, что если ты убирайся, у тебя не будет времени на то, чтобы ты играл с кобелем, при таких территориях, в таком доме, в таких масштабах, так скажем. Ладно, дальше показывает. Вечер настал, уже такой поздний вечер, и вот она, вот она наша главная императрица, значит, сидит, ну, я сейчас не про Натаху, про Танюху, ты же Танюху, императрица у нас, королева, вала, значит, сидят, сидят, ну, почуются, там, не знаю, пьют чай, там, туда-сюда, и, значит, опять проскальзывает в речи, ну, типа, ты что делала, там, Танюху? Да, там, морилась, там, да и шторы, там, и туда-сюда, как бы, как-то, опять проглотила, опять нужен переводчик для Танюхи дальше, принимаете, ребята? Нет, даже, это понять нельзя. Весь день прошел, и опять они там заняты, сидят, они пьют, ну, даже хоть и чай, и та штора погладила, все, дела закончены. Это, конечно, просто трэш. Что вы думаете по всему этому поводу, вот, провод от лампы, подсвечиваю себя, чтобы поярче был в кадре, что вы думаете по всему этому поводу, пишите комментарии, а сейчас, знаете, что, найду, кстати, прям, куча, туда пишет, ты на себя посмотри, ты бухаешь, тот даже умудрялся писать, понимаете, вот, достаточно на стол поставить стакан, налитый соком, в данном случае у меня шпомник налит, и все, ты бухаешь. Ну, это как бы только на руку, пускай пишут дополнительные комментики, палоч бухает, вот, присоединяйтесь. Даже вот про эту канитель, про палку, писали комменты, просто описывали с ее стороны, там, народ. Ну, да, я даже не буду, конечно, все говорить. Короче, ладно, я сейчас с вами прощаюсь. Ролик набирает сейчас прям тысячонку просмотров, и мы с вами прям подружаем. Третий ролик, где батя сделал тогда рассуждение. Значит, надо так и было три ролика, но я подготовил, соответственно, тоже три ролика. Все, мои хорошие, большое спасибо всем, кто смотрел этот ролик до конца. Те, кто поставил пальчики вверх, просто наивеличайшая благодарность. Если вы написали комментарий, ой, она вы смогут спойти еще больше вам благодарность. Все, я пошел сманкиваться. Павлович с вами, до новых встреч, всем пока.